Здравствуйте, уважаемые дачники! Вот и наступает июль месяц, а это значит, что идёт жара, растения начинают плохо себя чувствовать, болеть, нападают вредители. Сегодня мы будем применять препараты, которые помогут избавиться от болезней и от насекомых на вашем дачном участке, а также о секретных препаратах, о которых мы поговорим позже. Первый препарат, о котором мы с вами поговорим, это комплекс бактерий. Здесь находятся и азотфиксирующие, фосфор-калииагрегирующие бактерии. Эти бактерии помогают бороться с болезнями растений, а также помогают усваивать питательные элементы, которые находятся в почве и переводят их в легко доступную форму. Комплекс бактерий называется экстрасол. Для питания растений мы применяем биогумус, который обогащён бактериями. Он помогает избавиться от болезней, а также питает растения по листву или можно поливать под корень. Очень интересный препарат, который содержит несколько видов грибка рода триходерма. Этот препарат помогает росту растений, подавляет патогенную микрофлору в почве, стимулирует развитие растений, повышает урожайность на 15-20%. И, что немаловажно, такого пакета хватает для обработки участка в 5-10 соток. Препарат, содержащий грибы рода триходерма, называется триходермин. Для борьбы с насекомыми, особенно с насекомыми, обитающими в почве, есть очень интересный препарат, который содержит споры патогенного грибка метаризм. Этот грибок прорастает в хитиновый слой насекомого, ослабляет насекомого или губит его. Этот препарат называется метаризин. Для более быстрой борьбы с почвенными вредителями существуют препараты на основе хищной нематоды. Это микроскопические червячки, которые сами находят жертву, внедряются в нее, размножаются, превращают насекомое в удобрения для растений и защищают наш сад на длительное время. Эти препараты предназначены для борьбы не только с проволочником, колорадским жуком, но также и с медведкой и хрущем. Эти препараты называются Немабакт и Энтонем-Ф. Многих на дачных участках замучили черные муравьи. Я хочу представить новый препарат для борьбы с черными муравьями. Это препарат на основе хвойного дегтя и грибка метаризм. Этот препарат отпугивает насекомых, а также убивает их или ослабляет. Этот препарат называется черное мыло. А теперь мы поговорим о препаратах, которые нужны каждому дачнику, а также владельцам загородных участков и коттеджей. Это препараты для дачных туалетов и выгребных ям. Эти препараты содержат группу бактерий, которые очень эффективно разлагают твердые отходы, бумагу, жир и другие, превращают их в гель, устраняют неприятные запахи. И самое главное, абсолютно безопасны для людей, животных, насекомых. Этот препарат называется биосептик. Существуют разные виды биосептиков для дачных туалетов, для выгребных ям, для септических резервуаров, для биотуалетов. Пользуйтесь и пусть ваша жизнь будет комфортной. Наступила жара. Многие растения очень плохо реагируют на перегрев верхнего слоя почвы. Для защиты растений, а также для декорирования сада, мы будем применять материалы, которые сделаны из кокосового волокна. Это кокосовая мульча, которую мы применяем для декорирования цветников, для мульчирования ягодных культур, таких как земляника, малина и другие. Для кустов и деревьев очень хорошо подойдут приствольные круги, которые изготовлены из кокосового волокна. Они создадут благоприятную среду в зоне корней, а также не допустят рост сорняков. Для декорирования больших площадей и мульчирования цветников очень хорошо подходит материал, называемый мульчирол. Он выпускается не только в классическом цвете, нейтральном, но также идет и цветной материал, который подкрашен пищевыми красителями. Он абсолютно безопасен для животных, для детей. Им можно застилать дорожки, любые площадки. Можно использовать для декорирования цветников. Он легко режется, можно делать разные композиции в любых цветовых гаммах. Фантазируйте, экспериментируйте, и пусть ваша дача цветет и приносит богатый урожай. В центре эффективного садоводства Ивана Якшина большой выбор товаров для дачников. Внимание! Открылся новый магазин на улице Волгина, 122.